Президент Арцаха принял министра обороны Армении Армения Тудей. Президент Арцаха Араик Арутюнян принял министра обороны Армении Выгоршака Арутюняна, сообщает пресс-служба президента. Во встрече принял участие командующий армией обороны Арцаха Микаэл Арзуманян. Глава Арцаха отметил, что после тяжелых испытаний в сфере обороны ожидается много работы и выразил уверенность, что богатый военный опыт и знания Выгоршака Арутюняна будут способствовать эффективной организации процесса. По словам президента, приоритетным вопросом является вопрос судьбы без вести пропавших и находящихся в плену военнослужащих, на решение которого направлены все усилия. Министр обороны Армении подчеркнул важность поднятых президентом вопросов, отметив, что вместе с высшим командным составом армии обороны и заинтересованными структурами осуществляются все необходимые действия. Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 0 часов 0 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.